Всем привет! С вами по-прежнему Марго, хоть и в новом образе. Я перед фестивалем изобрела себе вот такие вот крупные косы. Очень непривычно всё ещё на себя смотреть, но очень нравится. Я помню, что обещала вам видео про отношения, про наши с мужем какие-то, да, лайфхаки, историю того, как мы познакомились. Но руки всё не доходят снять, нужно, чтобы оба были свободны, и пока мы копим вопросы, и после отпуска уже обещаю с ними. Поэтому сегодня я хочу записать на другое видео. Мне самой всегда очень интересно смотреть подобного рода видосики. Я хочу рассказать про пять вещей, которые я уважаю, без которых не могу. Пять любимых вещей, которые всегда находятся где-то рядышком со мной. Окей, пять вещей в такой домашней атмосфере. Первое — это моя читалка. Я очень люблю книги, которые можно пощупать, полистать. И много лет я думала, что электронные книги — это как-то не трушно, вообще мне не нравится и не хочется. Но вот эта книга изменила моё отношение. Я очень рекомендую, особенно всем, кто, как я, кочует, диджитал навадит, переезжает, собирается к переезду готовиться или переехал. Это потрясающе. Потому что книги — это просто капец. У нас в итоге образовалась всё равно в новом доме стопочка книг, но мы оставили всю свою библиотеку на даче, и она теперь живёт там. Книги, которые мы копили 8 лет. Какие-то любимые издания из путешествий, альбомы, художественные, красивые, разные книги. Но это так всё тяжело, и столько места занимает, что тащить это в другую страну, я не вижу смысла. Поэтому я взяла какие-то самые-самые любимые 2-3 свои книжки, и всё остальное теперь хранится здесь. У меня модель «Покетбук». Я знаю, что многие ищут хорошую читалку, они не всегда бывают удобными. Мы проводили прям ресерч перед тем, как купить. И вот именно эта модель, сейчас скажу, что это за модель «Покетбук». Вот эта книга оказалась прям классной. Здесь есть очень важная для меня функция – перевод. Очень удобно, если я читаю на английском, сейчас стараюсь её читать в оригинале на английском, можно навести пальчиком, нажать на слово, и тут же появится перевод. Это дико удобно, и я стала бы намного больше читать на английском. Не могу найти название модели. В общем, это «Покетбук». Сейчас, по-моему, если я её закрою, появится при загрузке название. А, всё, я поняла. Сейчас я её, да, выключу. Я сейчас читаю английский, вернее, американский такой роман прошлого века. Относится к бестселлером «Жареные зелёные томаты в кафе «Полустанок». Очень классная книга, легко написана, не нужен какой-то суперанглийский, даже переводом не пользуюсь, если на словарь, то сам и не нажимаю. Модель называется «Покетбук 628». Стоила она что-то вроде около 10-15 тысяч рублей. Мы с Ваней сделали друг другу подарок, на прошлый Новый год друг другу подарили такие, и прям очень довольны, что это очень экономит место, время, в путешествиях удобно. И главное, удобно читать. То есть тут есть режим подсветки, и можно читать ночью. Подсветка такая тёпленькая, она не бодрит, не будет такого, чтобы не читались, вот так вот при свете фонаря и потом не заснули. И очень удобно читать на пляже, потому что я обожаю читать на пляже, выгорать с книжкой, но вот так вот держать против солнца, все эти странички пачкаются от ветра, перелистываются, дико неудобно. А тут прям её можно держать даже одной рукой вот так вот на весу, лёжа, на шезлонке. Поэтому это моя первая любимая вещь, которая вся с вами. Вторая моя любимая вещь – это вот этот бальзям. На самом деле любой хороший бальзям для губ, я не могу без него жить. Если я вышла где-то, забыла в другой сумке бальзям и вышла из дома без гидранической помады, я сразу захожу в аптеку и покупаю, потому что у меня очень сухая кожа губ. И мне нравится, что этот бальзям, это конкретно Miracle Balm. Miracle Balm сделан в Англии, веган-френли, cruelty-free, всё такое, всё как мы любим. Эльфер конкретно бальзам, хорош тем, что написано вообще, что он для всего. Липс, броус, лашис, хэнс, нэйлс, фит, хилс. Короче, можно всё, что хочешь им мазать, и маникюр, да, суховую кутикулу поправлять, и брови им укладывать, потому что он такой очень густой по консистенции, прям такой жирненький и плотный. Очень хорошая вещь, по-моему, я его покупала в подружке. У меня был такой лук из Папай из Австралии, я помню, мне из Сиднея подружка привозила в универе. В целом разницы нет, тоже хороший, стоил буквально, мне кажется, 300 рублей. Вот этой огромной баночки хватает, но очень надолго, поэтому всегда со мной в любой сумке, куда бы я ни шла. Третья вещь — это AirPods. AirPods — это уже третьи, или вторые. Короче, недавно я потеряла одну пару, одну сломала, купила в итоге новый чехольчик для сломанной, но вот вторая, мне кажется, она все еще где-то дома лежит, может быть, где-то завалилась. Я не знаю, как я жила без них, я очень высокочувствительный человек в плане звуков, и я часто надеваю их не только на рабочие созвоны, но и просто в шумных местах. Когда я иду на улице, мне хочется как-то уединиться, мне не совсем комфортно, вокруг много людей. В общем, использую их и для рабочих целей, и для того, чтобы сделать себе жизнь комфортнее, уютнее, потому что у них очень хорошее шумоподавление, и реально себя чувствуешь больше, как-то более защищенным, что ли, больше в себе, когда на ней есть наушники. Я использую прошки, очень классно, действительно помогают работать, потому что подавляют все шумы. Я не представляю, как можно вести рабочие созвоны для сессии без наушников, либо с проводными, как раньше, поэтому это прям моя любимая вещь. Всегда тоже переживаю, с собой ли они, когда потеряла вторую пару, расстроилась, потому что, ну, очень удобно, поэтому они всегда у меня с собой, считаю, что стоят свои денег абсолютно. Это была третья вещь, и еще две, которые я приготовила. Это мой ежедневник. С ежедневниками у меня особенная история. Я веду ежедневник, мне кажется, лет с 13. Сначала у меня была любовь к молескинам. Кто помнит молескины, может быть, кто-то пользовался ими тоже, охотился за новыми цветами. Я помню, они были очень дорогие в моем студенчестве, и это было прям суперкруто на журфаке, где я училась на вкуте зеркналистики, прийти с таким молескином, вот с этой вот резиночкой. У меня были и маленькие вот такого размера, и большие, как вот такая тетрадка, и молескины тетрадного формата, такие в мягкой обложке. В общем, их было много, и мне кажется, они были модны у нас, потому что Хэммэн Гуэй писал в молескинах, какие-то художники известные, которые тоже делали там свои наброски. Тогда это было реально очень круто. Сейчас, к счастью, у меня есть другой любимый бренд, Лэнс Плэнс. К счастью, потому что это намного, мне кажется, доступнее, чем молескины, и намного интереснее выглядит. И это, к тому же, бренд моей подруги. Он сейчас закрылся, потому что подруга переехала, но я прямо фанатка и амбассадорю этот бренд, Лэнс Плэнс, с самого начала, с самого открытия. У меня было, получается, 4 ежегодных таких ежедневника. Это мой на 23-й год, вот такой красивый. И уже лежит, я с собой привезла на 25-й год, чистенький, последний, прям про запас, подруги взяла. Сейчас я вам покажу предыдущие и следующего года. Вот мой предыдущий Лэнс Плэнс. Такая яркая обложка. Их всегда было несколько разных видов, поэтому я выбирала себе. Здесь все, здесь все мое расписание. Все звонки, встречи, цели, планы, планы на месяц, обучение, вот из Яндекс.Практику, я тоже там писала, книги, которые я хочу прочитать, разные списки. В общем, все-все-все, что я люблю, и мои цели на год по разным категориям. В общем, я его так послушно била. В своем стиле, конечно, небрежно где-то, где-то пропускала какие-то предложенные странички. Но я без него не могу выйти, потому что я без него просто не помню свое расписание. И Юженерник у меня всегда из-за этого с собой. А это вот еще чистенький. Сейчас будет такой unpacked. Чистенький, запечатанный на следующий год. Там вот такая картинка. Давайте я вам покажу. Это могла быть классная реклама, но бренд реально закрылся. И все остатки уже давно распроданы, сразу раскупили. Смотрите, какая красота. Я обожаю красивую канцелярию, типографику. Это все уникальные такие вот рисунки и принты, которые создавались именно для этого бренда. Вот в 25-м году у меня будет вот такой вот он зелененький, красивый, тропический. После 25-го года я решила, что так как бренд ушел и достойной альтернативы, да, какой-то замены я не нашла, я наконец-то перейду на айфоновский календарь, на заметки. Буду, видимо, вести все либо в Google календаре, либо в Apple-овском, потому что, конечно, когда все в телефоне, это удобно, и без телефона уже никуда. Но мне очень нравится вот такой немного ретро-вайб, который дают ежедневники, что я на встрече его открываю, смотрю, да, визуально представлено у меня все расписание. и вот этот вот шорох страничек как раз-таки может быть, кстати, может быть, из-за того, что все мои книги остались в другой стране. Мне вот этот, да, приятный ASMR со страничками очень нравится, и меньше скучаю по своей книге. Вот. Ну и последняя вещь, как-то я сейчас поняла, что у меня три из пяти любимых вещей, это техника, но я очень люблю все эти технологии. Последняя вещь это станция Алиса, Яндекс-станция. Я обожаю Алису, уже не могу представить дома без нее. Это вторая коробочка. Предыдущая сломалась, мне кажется, в переезде она, видимо, как-то грохнулась в коробку, начала тупить, и был спешной момент, что я Алису-станция не распознавала мой голос предыдущий, когда я просила поставить лайк на любимую песню, которая мне понравилась, она говорила, класс, поставлю, если Маргоша попросит. И она все время меня как будто бы троллила тем, что не узнавала голос, и говорила, что она поставит только если ее попросит Марго, а это я и была. И это было очень забавно. Когда мы приехали сюда, мы поняли, что нужно ту станцию, менять, она реально уже парахлит, тормозит, она начала шипеть в какой-то момент, очень страшные звуки издавать, и мы перестали ее использовать. Хотя до этого мы делали с ней вообще все. Она, когда я варю яйца на завтрак, она ставит таймер, она ставит напоминание. Ваня ее использует, мне кажется, место ежедневника, если ему что-то нужно напомнить. Раньше он меня просил, сейчас я говорю, все, проси Алису, у тебя есть свой такой домашний менеджер. Она помимо напоминания и таймера включает музыку. Мы ее очень круто выдрессировали, показали, что нам нравится, ставили долго лайки, и она стала очень круто работать с точки зрения выбора музыки, ассортимент вообще наших любимых треков, что-то новое все время добавляется, интересное. Плюс, каждое утро мы ставим на ней будильник дополнительный к телефону, она будет нашей любимой песней, можно выбрать любимую песню, какую ты хочешь поставить на будильник. И первое, что мы говорим с утра, это Доброе утро, Алиса. Она включает свое утреннее шоу, которое тоже подобрано под наши рекомендации. Там есть подкаст про книги, например, там есть разные музыкальные факты, там она рассказывает такие, как игры загадывает. Нужно угадать факт, который придумал чат GPT, что из этого правда, что вымысел. В общем, создает настроение, и я уже реально не представляю утром без Алисы. Для меня это такой сейчас признак буднего утра, когда встаешь, завариваешь чайочек свеженький, танцуешь под Алису, болтаешь с ней, как-нибудь переговариваешься, шутит, очень смешно. В общем, это такой наш реальный член семьи. Я прикол был в том, что когда мы приехали сюда, и обнаружили, что Алиса сломалась, в шкафу за подушками и одеялами мы нашли новую Алису. Видимо, предыдущие жильцы ее оставили, точно такую же, только другого цвета. И какова была наша вообще радость, удивление, что у нас теперь такая черненькая Алиса. Ване и маме тоже посоветовали такую, она теперь тоже живет в квартире, ставит ему музыку. В общем, я, если честно, дарила бы всем людям Алису. Я знаю, что она работает за границей тоже. Это идеальный подарок, она недорогая, компактная и очень здорово создает настроение. Поэтому, если вы не знаете, что подарить знакомым, друзьям, близким, и у них нет Алисы, то это реально тема. Вот, в принципе, наверное, и все. Пять вещей, которые я люблю. Именно эти вещи захотелось отметить, показать вам. Если у вас есть какие-то вопросы по этим вещам или идеи для следующих видео, пишите, ставьте лайки, дизлайки. У меня началась монетизация, поэтому я сейчас особое внимание уделяю Ютубу. Мне хочется побольше снимать, делиться с вами. Здесь создается уже такое свое комьюнити. Я уже вижу одних и тех же комментаторов даже. Поэтому пишите и до следующего года.